всем привет меня просит дать развернуть ответ то что со мной произошло хочу вам сказать что позавчера когда я вышел в три часа из дома сел в машину тут же ко мне подошли два инспектора рэшника видео которое вы видели и дали постановление ну соответственно что я в ютубе разместил вещи которые в принципе оскорбляют мусульман учителей и еще каких-то групп людей настраивают их я оставив их против них возбуждая их ненависть и злость конечно в там постановление было то видео который не используют и когда я в 10 утра пришел в прокуратуру мне стали ознакомились с этим же опять же постановлением немножко развернутый и я его тоже уже выложил и там было написано было напомню название проповеди серебролюбия корень секс зол других материалов по вопросу экспертизы там что где в чем в каких фразах я оскорблял ничего нету как вы увидели и мне это не дали и сказали андрей владеевич мы сейчас поедем с вами в суд потому что это будет рассматриваться дело я сказал я в суд ну не поеду потому что мне нужен адвокат но все равно тогда вы тогда на суде это скажите я связался с адвокатом адвокат не смог приехать и уже когда я включил камеру и начал все их заснимать ну как бы они конечно в этот момент стали очень сильно волноваться но сразу хочу такую вещь сказать все они были крайне вежливы крайне почтительны где-то пытались меня немножко может быть и вывести в начале когда не было камеры и как бы спровоцировать на грубость или еще какие-то вещи но с другой стороны хочу такое сказать что и судья и и прокуратура и эшники они все ребята были ну вежливы они были нормальные то есть ну человечные видно было что они им спустили приказ им надо выполнять это дело им это не хочется выполнять но уже тоже они это их не работают они делают даже вот когда вышел из суда прокурор который защищала сторону обвинения она сказал вас куда-то довести это вот ни разу еще мнение не предлагали привезли в суд и отвести а здесь вот ну такая вот ситуация вот вот когда я пришел в суд суд я тоже мне очень сильно понравился ну как бы он был крайне вежлив крайне корректе но он спросил у вас есть какие-то замечания я конечно в юридических вопросах пока еще плаваю но учитывая что часто прихожу на суд я уже как бы стал привыкать к этой роли потому что но до последнее время слишком часто стал приходить на суд и поэтому я сказал конечно он я могу я требую адвоката потому что это мое законное право на что прокурор возразил сказал я хочу чтобы расследование произошло сейчас прокурор дал в два часа встречу назначил заседанием причем дал мне позвонить адвокату чтобы было удобно и для меня и для него что не стал ни в какие рамки ну естественно здесь не обошлось без лукавства потому что я когда сказал дайте мне копию экспертизы в чем меня обвиняют сказал вам надо написать ну вашему адвокату надо написать ходатайство так как со мной адвоката не было я вот такая чё я не могу переснять нет ведь надо вашему адвокату не сказал прокурор и ну я соответственно уехал хотя мне адвокат сказал ты мог бы сам сам от руки написать ходатайство и переснять но этот моя ну как бы неграмотность юридических вопросах соответственно в понедельник мы утром сделаем переснимем в чем меня обвиняют и в итоге ну как бы я опубликую эти все материалы чтобы вы все это знали спасибо конечно все кто сделал перепост все кто написал все кто обратился юристы и блогеры которые решили это дело озвучить и осветить я просто не ну а я ожидал не ожидал что настолько сильно и мощно то есть видно что то что происходит сейчас стране у нас много не без различных людей ну конечно я пришел когда домой я пересмотрел проповедь за что думаю они могли зацепиться я пересмотрел проповедь которая называется серебролюбе корень всех зол если вы хотите посмотреть напишите так кафедральное послание кафедральное послание серебролюбе корень всех зол мутежов и тогда она выйдет вот ну там я в принципе говорил о том что приятно великое приобретение быть благочестивым и всем довольным и дальше и ниже описывается что а кто желает обогащаться впадает в пагубную сеть дьявольскую я показывал духовный стиль жизни христианина что материализм это не тот путь по которому мы должны идти если даже мы зарабатываем деньги мы должны это пускать на дело божие чтобы служить другим людям и в то же время я показывал обратную сторону люди не знающие бога или которые впустились в материализм и как что происходит в их жизни что происходит с этой страной я конечно рассказывал что буквально за маленькие деньги там учителя придают фальсифицируют выборы и я сказал что если мы хотим действительно иметь хорошую страну таких училий надо увольнять а если власть имущие неважно путин и его элита действительно занимается обогащением тут от такой власти надо избавляться ну естественно законным путем как еще избавляться то есть никто не хочет чтобы вор был у тебя в кафе или у тебя в магазине и тем более если человек поставлен народом им обкрадывают в народ и разрушается медицина разрушается здравоохранение опять же тоже мы не за образование другие все сферы жизни заводы а у кого-то появляется новые яхты новые обшорные щита виллы и так далее а за счет народа то конечно народ должен соответственно избавиться от таких людей ну и я говорил о том что рано или поздно это все равно в нашей стране будет но почему это будет потому что ну никогда даже в существе человеческом не лежит постоянно смиряться с бардаком постоянно смиряться с беспределом это естественно будет и поэтому суть проповеди заключалась что если вы не хотите чтобы были революции или еще что-то какие-то ну такие вот потрясения и чтобы вы сами не попадали в такие большие передряги которые рядом с вами разворот вас унижают вас то надо проповедовать надо нести духовную силу надо иметь духовную силу надо иметь талант чтобы действительно возродить нашу страну и это божий путь который бог нам дал ну иными словами очень просто скажу так что если мы хотим чтобы стране было хорошо не ворой если тебя ну то есть если ты не воруешь и живешь правильно у тебя это проповедь не должна была коснуться а а если ты воруешь ну соответственно обличение она раздражает людей злых неправедных и вот но отсюда пришло это дело то есть посмотрите это пробовать ставьте ваши комментарии ставьте лайк делайте перепост задавайте свои вопросы благословение вам